Оборонный бюджет Индии в 2015-2016 годах ФГ возрастет на 10,95 проц. ВПК Репетиция парада в честь Дня Республики. Индия, январь 2012 год Источник ЦАМТА, 4 марта Оборонный бюджет Индии в 2015-2016 годах ФГ составит 2,46727 ТРЛН рупий, 41,1 миллиарда дол, сообщил министр финансов Арун Джитли, представляя 28 февраля в парламенте федеральный бюджет. Таким образом, оборонные расходы возрастут на 7,74 процента или 1,77 миллиарда рупий по сравнению с первоначально объявленным предыдущим правительством в феврале 2014 года. Расходы бюджетом на 2014-2015 годы ФГ 2,29 ТРЛН рупий и на 10,95 процента по сравнению с пересмотренным бюджетом на 2014-2015 годы ФГ 2,2237 ТРЛН рупий, принятым новым правительством премьер-министра Нарен Драмади в июле 2014 года. С учетом военных пенсий, общие оборонные расходы составят около 3 ТРЛН рупий. Представленный правительством Н.Мадибюджет предусматривает, что расходы на оборону в 2015-2016 годах ФГ составит 1,75% от волового внутреннего продукта против 1,78% в прошлом ФГ, хотя общие расходы на оборону возрастут на 5,5% в реальном исчислении по сравнению с пересмотренным бюджетом на 2014-2015 годы ФГ. Командование ВС Индии считает, что это увеличение будет нивелировано растущей инфляцией и снижением курса рубий по отношению к доллару США. По информации Financial Express, подготовленный вооруженными силами проект бюджета предусматривал выделение на оборону 3,1 ТРЛН рупий в 2015-2016 годах ФГ. Однако ВС получили на 643,57 миллиарда рупий меньше, чем планировали. По заявлению представителей командования ВС, оборонный бюджет на 2015-2016 годы ФГ станет самым низким по отношению к воловому внутреннему продукту с 1962 года. Расходы на оборону составят около 13,88% от общих государственных расходов на 2015-2016 годы ФГ 17,775 ТРЛН рупий. По мнению индийских экспертов, доля военных расходов в общем объеме газбюджета Индии существенно ниже, чем у Китая. Текущие расходы составят 1,5 ТРЛН рупий и будут направлены на выплату денежного довольствия, пенсии и проведение операций. Капитальные расходы составят 945,88 миллиарда рупий. Из этих средств СВ Индии получат 215,74 миллиарда рупий, ВВС – 314,81 миллиарда рупий, ВМС – 239,1 миллиарда рупий. Оставшиеся 176,2 миллиарда рупий будут распределены между видами ВВС на закупки, строительство, модернизацию управления оружейных заводов. Усиление защиты железнодорожной сети Индии и проведение НИОКР. Расходы ВВС снижены на 3,4 миллиарда рупий по сравнению с начальным бюджетом на 2014-2015 годы F.G, несмотря на планируемое приобретение 22 ударных вертолетов. А. 64Е Апач. 15 транспортных. Си-Эйч. 47Ф Ченук и 6 заправщиков. А. 330. МРТТ. Мой Индии также продолжает переговоры по поставке 126 истребителей Рафали должно будет выплатить 15% на аванс от общей стоимости закупки. В случае подписания контракта в 2015-2016 годах F.G следует отметить, что бюджет предусматривает экспоненциальный рост расходов на производство опытных образцов вооружения национальной разработки. С 5 миллионов рупий в 2014-2015 годах F.G до 1,4 миллиарда рупий в 2015-2016 годах это соответствует политике нового правительства, направленной на снижение импорта ВИФТ и увеличение доли национальных производителей. Увеличение данных расходов, предположительно, связано с необходимостью финансирования двух национальных программ, системы управления поля боя и тактическая система связи, которые реализуются под руководством индийских компаний. При представлении бюджета министр финансов Арун Джитли подтвердил намерение продолжить реализацию политики, направленной на достижение самодостаточности в оснащении вооружениями военной техникой национального производства ВС Индии. 4 марта 2015 года права на данный материал принадлежат самто материал был размещен правообладателям в открытом доступе.